Соляную комнату с настоящим микроклиматом природной соляной пещеры оборудовали на базе территориального центра обслуживания Чугуевского горсовета. У 66-летней Ольги Усиковой хронический тантелит. Теперь, рассказывает пенсионерка, она может бесплатно улучшить своё самочувствие. Мне очень нравится. Нравится, знаете, расслабление такое. И всем рекомендую вообще сюда ходить. Попасть на бесплатный 30-минутный сеанс галлотерапии может по записи каждый желающий. В день не более 16 человек. Поэтому сеансы уже расписаны до середины февраля. У нас есть возможность для наших жителей от мала до велика посещать эту комнату, получать оздоровительные процедуры. Это и лечение, и профилактика дыхательной системы. Ну, это и всякие аллергические проявления тоже. Вообще релакс, конечно. Вообще мы знаем, что соляная комната, посещение её в течение 30 минут заменяет три дня на море. Проект соляной комнаты громады Чугуева победил в областном конкурсе «Вместе в будущее» ещё в прошлом году. На оборудование помещения, в котором имитирована природная соляная пещера со здоровительным микроклиматом, было потрачено более 199 тысяч гривен. Соляная комната сегодня для людей старшего возраста. Вы увидели сегодня их положительные эмоции, хорошее настроение. И это ответ как раз на те вопросы, что эта инициатива попала, скажем так, в десятку. Это то, чего хотели люди на той или иной территории. И они поверили, что вместе с властью они могут свою инициативу реализовать. Всего же из 26 проектов Чугуевской громады, поданных на областной конкурс мини-проектов «Вместе в будущее», победили 12. По информации Харьковского облсовета, среди небольших городов Харьковской области Чугуев является лидером инициатив. Ирина Сайко, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».